Валерий Константинович, добрый день! Заказал у вас 10 сиренковых абрикосов. Сделал 19 прививок, то есть с каждого подверг. 19 крон восторг сиренковых, все привились. Ну правильно, восторг сиренковых абрикосов достаточно культурный. Приросте 20-50 сантиметров. Две прерывки на сеянцы абрикосов в приросте. Ну понятно, крону это одно, там длинными не получишь. А вот сеянцы 140 сантиметров, очень даже прекрасный результат. Две прерывки на сеянцы сливы по 140. Вот на это обратите внимание, три прививки на сливу в кроне, в крону не прижились. Вот на это обратите внимание, в чем нравится принципиально. Ну человек умеет, у него прекрасные результаты. И вдруг неудача. Объясняю. В принципе, прививки на сеянцы выживают, прививаются и выживают. Особенно приживают и там, и там. Но кроны долго не живут, как правило. Почему? Я пытался понять это все, но идет, антагонизм существует. Уж совсем когда близкие родственники, они, отторжение не существует, прекрасно развивается. Но смысл-то близко родственника, на близко родственника привить не существует. Погибнет приварь, погибнет и подвое. Но родственники, и у того мы растопим, допустим, 33, и у этого 33. И что толку? Вот. И поэтому, получается так. Попробуем за мной с вами зайти. Масса дерева со скелетом, который мы выживляем. Ну а, вон у нас, кстати, есть подходящий снимок. Вот смотрите. На девушек не смотреть, смотреть только как на ученого. Вот. Нет, не туда заехал. Я стою. Так. Теперь. Это скелетная прививка есть. Вот теперь смотрите. Масса этого дерева, и масса вот этого человека. Естественно, что если вдруг она кажется мертвым, это нормально. Вот. Началась борьба. Этого хочет прижиться, ему надо жить. Он хочет это. Здесь происходит, знаете, полотенкового, Царство Ему Небесное, нашему другу. Вот это место, примерно 100-миллиметровая зона, это и есть место, ну, по науке это химеры. Ну, они сами ничего никогда не выращивали подходящего. Поэтому их, как сказать, возможности ограничены. В плане вывода делать, от химеры до химеры. А если он нормально прижился, значит, это уже не химера. И вот, если умер химера, а живой ее нельзя назвать химерой. Правильно, Евгений Алексеевич? Я надеюсь, ты с того света как-то незримо участвуешь в этих левинарах. И вот, получается, что масса вот этого вот подвоя и масса вот этого венчика несовместима. Отсюда довольно частая гибель или плохое развитие вот этой прививки. Другое дело, ну, тут пусть у меня нет под рукой, у меня есть там папка. Ну, опять же, сколько раз я показывал, неудобно. Папка с прививками. И там, получается, если прививка у земли, вот такой же принцип, вот такой вот. У земли. А это значит, у земли это значит насеяться. Видите? Посмотрите. Даже абрикос на сливу дал сумасшедший прирост. А в крону не прижились. Поэтому я все-таки придерживаю такого мнения. Очень многие пытаются прививать крону. Одну, две, пять. Чтобы не потерять годы, надо начинать с нуля. То есть, годик-два выращиваете сельниц, желательно не пересаживая крону. Вот у человека, его результаты совпадают с моими утверждениями. Видите? А мне спасибо за качество черенки. Да, таких черенков. Я получал черенки в те годы. Я всегда удивлялся. Мне присылали, как правило, такую дрянь. Это невообразимо. И иногда думал, нарочно, что ли. За хорошие деньги. И я всегда об этом говорил. И сейчас гордо говорю. Я ни разу в жизни не торговался. Ну, косточки я никогда не выписывал, сельнички. За черенки я всегда говорил. Я заплачу столько, сколько скажете. Это мой принцип. Я знаю цену черенка, когда отрезается черенок, и часть дерева погибает. Или теряет здоровье, скажем так. И вот, Елена Александровна, я вам сколько показывал, да? Сколько я уже, а у меня копится, копится, копится количество фотографий. И я иду мимо. Вижу, нормально, кустища такой, там, полсотни веток на прививку. Вот она сухая. Подхожу ближе, все правильно. Годом раньше было отрезано. Я отрезал сюда, а она ниже срезала. Столько мертвого. И это еще не факт, что ниже все в порядке. В общем, почему еще упоминаю черенки. Пошли письма. Хочу черенки, хочу черенки. Значит, за неделю я сделаю окончательный каталог. Мне надо посмотреть. Стану я вот это? А это самое единственное дерево. Стану я его калечить? Нет. А я знаю уже после этой передачи, уже самые крутые из вас. С меня не срезут, пока им черенок нет ее. Так я погубил несколько персиков. Поэтому я еще думаю, и деньги нужны, и жалко. Вот. Это получился вот такой у меня с вами разговор. Значит, Игорь Сапин написал. Черенок этого года остался небольшой. Черенок выкинуть жалко. Привил соседа на корневой отросток у земли. Первый за лето. Вот три фотографии. За лето. Два метра. Два метра. Два метра. Показываю с гордостью, потому что это, ну, как я понимаю, очередной мой ученик. Спасибо. Следующая. Спасибо.